Маски в городе можно получить в том числе в рамках акции «Стопковид». В качестве волонтеров выступают представители различных учреждений города. За первые дни они уже раздали несколько тысяч масок. Кроме того, они раздают памятки и еще раз напоминают о необходимости соблюдения масочного режима в местах большого скопления людей. Да, конечно, нужно. А почему? Потому что, смотри, что творится везде. Эпидемия какая-то. Вроде больных все больше и больше. Уже как-то всему страшно становится, пора уже носить, уже верить, как говорится, что везде, как говорится, болеют те. Хотя бы какая-то первичная защита может помочь. Для первичной защиты, для людей более старшего возраста. Но я, наверное, им советую больше сидеть дома в такой ситуации. Если ты уже заразился, то меньше шансов, что если ты кошельнешь в присутствии другой человека, то он заразится. Поэтому это больше не для себя, а для окружающих. И чем больше будет таких людей, которые об окружающих тоже волнуются, тем, наверное, лучше будет. Напомним, что с прошлой недели в торговых центрах и сетевых магазинах города не обслуживают посетителей без защитных масок. Эти меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса в Губкинском.